Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня мы с вами смотрим партию пятого тура Гранд Чесд Тур. Гарри Каспаров против Яна Непомнящего. d4, конь f6, c4, g6, конь c3, d5. Защита Грюнфельда. h4, довольно агрессивное продолжение. слон g5, dc, e4 и здесь Непомнящий удивил, применил новинку, сыграл слон e6. До этого Непомнящий сам играл белыми в данную позицию против Аниши Гири. И Аниши Гири в этой ситуации пошел b5. Дальше у них партия продолжала следующим образом. e5, конь d5, h5, h6, hg. Здесь Гири съел слона, после чего получил практически безнадежную позицию. конь g5, король g6, ферзь f3, конь c3, bc. Белых очень сильная атака на вражеского короля. Ну, давайте посмотрим, если вдруг черные захотят съесть коня на g5. Что будет тогда? Тогда делаем шаг. Подходить по линии h очень опасно. Допустим, отойдет король на f5. Тогда слон e2. Надо королю убегать быстрее на поле d7, c7. Но, естественно, белые этого не дают. Слон g4, шаг. Король f7. Слон h5, шаг. Чтобы снова король не ушел на e8, на d7, на c7. Король f8. Ферзь f4, шаг. Угрожаем поставить мат ферзь f7. Надо закрываться слоном. Съедаем слона. Король d2. Освобождая линию для ладьи. Ладья хочет пойти у нас на e1. Слон e6. Ладья e1. Ферзь e7. Ферзь h6. И уже угрожает. И слон g4. Где-то ферзь g6. Здесь нету ничего лучше, чем черным пойти ферзь g7. Предложите размен. Белые соглашаются. Ладья e6. Хоть все поровну, но непонятно, как развивать коня и ладью. Если развить коня, потеряется пешка на c6. Позиция белых выигранная. Но, конечно же, здесь не обязаны черные съедать слона на g5. Лучше все-таки съесть пешку на g6. Тогда играет слон d2, g5, b3, подрывая пешечный центр, g4. И конь h4 у белых более лучшая позиция. Так, вернемся к партии. Значит, была применена новинка, я нам не помню, чем слон e6. Каспаров пошел e5. Конь d5. И h5. Все пока очень логичные ходы. h6 заставляет слона отойти на f8. Теперь конь e4. Угрожает конь d6 с выигрышем ферзя. Надо играть f6. Каспаров отошел. b5 защищает пешку на c4. Каспаров сразу подрывает. Слон f5. Конь g3. e6. Съедает слона. Съедает здесь. И играет слон e2. В качестве альтернативы можно было сыграть ферзь e2. Теперь угрожаем съесть пешку на f6 с шаха. Черные должны ее есть. Конь e5. Конь e5. Ферзь e5. И играть ферзь e7. Теперь мы играем b3. Подрываем пешки. Ферзь e5. Де. И у черных есть такой сильный ход, как конь b4. Висит. Двойной удар. Конь c2. Надо защищаться. Белые должны делать рокировку. И после конь d3. Слон d3 cd. Белые могут пойти слон a5. Чтобы король не смог уйти в длинную рокировку. Ладья c8 ша. Король b1. Слон e7. И ладья d3 равная позиция. Вернемся к партии. Значит, слон e2. Черные пошли слон e7. Была у них возможность пойти более агрессивно. Сразу a5. Выглядел этот ход симпатично. Рокировка. Тогда a4. Ладья e1. Где-то угрожаем уже съесть на f6. И отскочить слоном на c4. Надо перекрывать линию e. ef. Конем съедаем. И конь залезает на g5. Направляется на поле e6. Черные должны играть ферзь d7. Слон f3. Делаем неприятную связку. И конь все равно у нас пойдет на e6. Рокировка. Ладья e5. Равная позиция все-таки здесь. У белых достаточно серьезная компенсация за отсутствие пешки. Значит, вернемся к партии. Слон e7. Рокировка. И черные совершают здесь ошибку. Играют a5. После чего были сразу же наказаны ходом b3. Следовало, скорее всего, сыграть a6. Понадежнее. Защитить пешку b5. И у черных лишняя пешка. У белых есть небольшая компенсация. Но она не столь серьезная. У черных чуть-чуть поприятнее позиция. Значит, a5. b3. c3. слон b5. cd. cd. Рокировка. И здесь Каспаров упустил преимущество. Если бы он съел бы слоном, то, скорее всего, последовал бы ход конь b6. Надо нападать на слона. Слон отходит. Слон b4. Немного защищает пешку. Но она, конечно, все равно теряется. Конь d2. Брать на d4 ферзем сейчас очень опасно. За конь c4. И после разменов. Ладья e8. Белые могут пойти ладья d7. У них более лучшая позиция. Поэтому здесь следует сыграть ферзь e7. Заодно нападают на пешку e6. Белые ее защищают. Конь d5. Ладья c1. Конь c3. Здесь надо отдать качество. Ладья c3. Слон c3. И ладья d1. Несмотря на отсутствие качества, у белых поприятнее позиция. За счет очень сильного пешечного центра. И самое важное. Съесть пешку на d4 сейчас нельзя. Если черные съедят слон d4. Белые пойдут конь f3. Надо отходить слоном. Конь e5. Фе. Ладья d7. Позиция белых практически выиграна. Ну, брать ферзь e6 нельзя. Эту пешку из-за слон c4. Связка на ферзя и короля. Ферзь теряется. Но Каспаров в партии пошел к еd. Из-за этого он упустил преимущество. Черные пошли к конь c3. Слон c4 шаг. Король h8. Ферзь d2. Напали на коня. Надо конем отходить. Е4. Ферзь e3. Ферзь d7. Отыгрывая пешку. Конь d2 предлагая размен. Черные соглашаются. Играя слон b4. Занимает неплохую диагональ. Держит под контролем поле e1. Ферзь отходит на d3. Ферзь d6. Теперь где-то черные присматриваются к полю f4. И оттуда съесть пешку на h6 хотят. Белые делают такой маневр ладьей, как ладья a2. Чтобы залезть на e2. Черные ладья a на e8. И здесь белые допустили неточность. Пошли ладья e2. Было интересное продолжение d5. И если здесь черные пойдут ферзь f4 за этой пешкой. Мы пойдем g3. Ферзь a6. Пойдем d6. Ладья e5. d7. Надо ладью ставить на d8. И белые тогда играют ладья e2. У белых есть компенсация за отсутствие пешки. Итак, вернемся к партии. Ладья e2 сразу сыграл Каспаров. Черные пошли ферзь f4, f3, f6, король f2, f4. И здесь Каспаров совершает роковую ошибку уже. Играет ладья h1. Следовало здесь съесть ладью сначала. Потом слон f7 напаснее. Ладья e7. Теперь ладья h1 только сейчас. И на ферзь g5 появляется такой ход, как ферзь g6. И после ферзь g6, слон g6 и размена пешек равная позиция. Теперь посмотрим, что же получилось в партии. С парой в партии сразу пошел ладья h1. Черные ферзь g5. Ладья e8, ладья e8. Слон f7. Вроде бы все то же самое. Просто перестановка ходов. Сейчас будет ход ладья e7. И белые пойдут в ферзь g6. Но нет. Здесь у черных есть мощный ресурс. Ладья e3. Напаленный ферзя. Каспаров съел. Ферзь g3. Король f1. f3. И непонятно, как защищаться от мата. Висит мат. Ферзь e1. И висит ферзь g2. Нету защиты ни от того, ни от другого. И Каспаров сдался. Это первое поражение Каспарова на этом турнире. Будем смотреть дальше. Надеюсь, Каспаров сможет дальше начать выигрывать. Большинство позиций он получал хорошие по дебюту. Но не держит время. И в позициях потихоньку запутывается. Сказывается все-таки отсутствие игровой практики. И возможно даже возраст. Ждем следующего тура. До новых встреч.